Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху. По воле Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, мне посчастливилось прожить в городе Грозном, в Чеченской Республике, около 20 дней. Поехал я туда с целью получать знания. Первое, что мне запомнилось, это чистота города. Везде, альхамдулилля, чисто. Никто не мусорит. Есть специальные, да, отведенные места для мусора. Люди пользуются этими местами. Второе, то, что мне запомнилось, это воспитание людей. Машаллах, не только теоретически эти люди знают ислам, а также практически. То есть на практике ислам очень сильно применяется, альхамдулилля. Мне также понравилось то, как ведут себя мужчины и женщины. Например, элементарно возьмем ситуацию в маршрутке. Когда подъезжает маршрутка, если даже женщина стоит ближе к двери, она отходит, и мужчина заходит первым. То есть не дозволяется, не подобает, чтобы женщина заходила в маршрутку первой, а мужчина, видя силуэт женщины, заходил после нее. То есть мне вот это вот очень сильно понравилось. Также понравилось то, что когда ты заходишь в маршрутку элементарно, она поделена на две части. Мужчины отдельно сидят, женщины отдельно сидят. И даже если рядом с мужчиной будет одно там свободное место, женщина не садится. Девушка, женщина не садится на это свободное место, и весь путь она на ногах, стоя на ногах, проезжает. Мне понравилась отзывчивость людей, которые постоянно готовы идти тебе на помощь. Как-то раз это прослеживается как у взрослых, так и у подростков, у детей и так далее. Как-то раз я с супругой поехал, с ребенком с супругой поехал в торговый центр, и супруга открыла дверь, держала дверь, и я должен был поднять коляску. Двое ребят, 12-13 лет, они, видя то, что я могу это сам сделать, они все равно сами подошли и спросили, нужна ли вам помощь. Я сказал, что не нужна. И таких случаев было несколько. Даже помню, когда выходил из маршрутки, оплачивал проезд с картой, не получилось оплатить. И брат, который сидел сзади меня, он сказал, брат, ты выйди, я за тебя оплачу, иншаллах. Это очень тебя сильно радует, что есть отзывчивые люди, которые спешат на помощь. Также мне понравилось то, что там везде распространяют салям, ма-шаллах. Вот с семьей я сидел около подъезда, мы дышали воздухом после прогулки. И каждый человек, который заходил в здание, возвращался домой, он давал салям. И смотрите, мужчина мужчине дает салям. Если мужчина идет, он приветствовал меня. Если женщина, девушка возвращалась домой, то женщины приветствуют женщин. То есть в этом случае мою супругу приветствовали салямом. То есть там нормы ислама ты можешь почувствовать. Поэтому я бы лично, если бы вернулся в этот город, то вернулся бы в этот город, чтобы почувствовать вот этот адапт, воспитание, этику исламскую, традиционную, которая не противоречит канонам ислама. Вот эту этику, из-за этого адапа я бы вернулся бы еще в этот город, иншаллах. Поэтому я считаю, что для мусульманина этот город вполне подходит для того, чтобы жить по канонам ислама. И, кстати, я также не увидел ни одного курящего человека на улице. Выходя на улицу, тебя радует то положение, в котором ты находишься. Ассаляму алейкум ва рахмату лахи ва баракятуху. Продолжение следует... Продолжение следует...